Вытекает ли из этого, что вот эти разговоры о том, что на каком-то этапе Европа устанет, что у нее иссякнут силы поддержать Украину, это в прошлом. Вот этот удар по Израилю, он консолидирует сейчас Запад по сути. И в принципе, то что вы говорите, я абсолютно согласен по поводу Франции, которая действительно очень серьезно озаботилась тем, что делает Россия в Африке. И украинцы уже помогают в африканских странах, мы это знаем, по сливам в западной прессе в том числе. Что там есть наш гура работает, спецназ уже работает. И соответственно, можно ли говорить о том, что в принципе попытки Путина разыграть вот эту затяжлую игру для того, чтобы Европа начала отваливаться по мере того, как будет затягиваться война, она уже не имеет перспективы, в вашем понимании. С Путиным очень часто так бывает, что он практически достигает обратных результатов, которых хочет. Вот он, ну как Гитлер, скажем, вы понимаете, помните, Гитлер начинал войну для расширения германской территории. Все понимают, все помнят, чем война закончилась. Германской территории стало гораздо меньше. Путин начинал эту войну, чтобы расширить влияние России в мире и русского мира. Никто не сомневается. Могут быть сейчас сомнения, каким будет поражение России в этой войне. Большим или небольшим. Переживет это поражение Путин или не переживет. Это я согласен, это есть вопросы. Но никто не сомневается, что вообще понятие русский мир после этой войны будет ограничено только для территории России. Притом еще неоднозначно на всю эту территорию будет распространяться тот же самый, извините за выражение, русский мир. Это ж русский язык теряет влияние. Чем я очень довольны. Русская поп-культура благодаря этой войне теряет влияние. И так далее, и так далее, и так далее. Россияне не могут путешествовать по Европе. И так далее, и так далее, и так далее. Это ж поражение России как империи. Это ж поражение национальных интересов России. Которого бы мы никогда не достигли без Владимира Владимировича Путина. Вы понимаете, я всегда, когда у меня были проблемы в Польской Народной Республике, когда я молодым человеком был задан мне вопрос, кого я считаю самым большим поляком. И мой ответ был Феликс Эдмундович Дзержинский. Феликс Эдмундович Дзержинский. Я считаю его самым большим поляком. Это был урок русского языка, кстати, в моей начальной школе. А учительница очень довольна, спросила, а зачем вы считаете Феликса Эдмундовича Дзержинского как раз самым большим поляком в истории? А я на это ответил, потому что он убил большое количество русских. Никому из наших этого не удалось. Столько русских убить, сколько Феликс Эдмундовича Дзержинского. Поэтому я абсолютно удивлён только тем, что его портрет висит до сегодняшнего дня во многих учреждениях Российской Федерации. Хотя это человек, который вполне совпадает под понятие русофоба. Феликс Эдмундович Дзержинский был на самом деле русофобом. А он ненавидел Российской империи, ненавидел российского национализма, ненавидел до мозга костей Российской Православной Церкви. Это был человек, который был настоящим русофобом и убивал русских сколько угодно. Продолжение следует...